Продолжение следует... Немножко вспомним и поговорим о том, что было и что будет. Ну, прежде всего, это по-прежнему. Я, Федорин Вячеслав Гертрудович, ведущий-предводаватель, Центр-специалист. В настоящее время объектно-ориентированное программирование является наиболее популярной методологией. Однако, большинство программистов знают примерно следующее. Что класс объединяет данный код для их обработки, управляет правами доступа к своим компонентам. Но при более глубоком рассмотрении оказывается, что не все так просто. Существуют разные виды классов. Эти классы обслуживают в программе разные цели. А отсюда следует, что и проектировать, разрабатывать эти классы. Нужно тоже по-разному. Исходя из того, как планируется применять и использовать эти классы в программе. И как они используются, так они и проектируются с такими целями. Может быть, вы можете назвать, какие виды классов, способы их применения бывают в программе. Эта тема может представлять интерес не только для программистов, которые используют язык C++. Ну и для других объектно-ориентированных языков. Из примера в этой лекции выбран язык C++. Ну, во-первых, потому что язык C++ это язык довольно давний. Язык системного и прикладного программирования. С очень широкими возможностями. Многие из которых в целом ряде других языков, в общем-то, даже отсутствуют. Этот язык нацелен на разработку больших и очень больших программных систем. В нем наработано большое множество методов, приемов, идиомов и различных трюков решения разных проблем, которые возникают в практике программирования как малых, так и больших программ. Ну, а кроме того, большинство современных языков, прикладных, объектно-ориентированных языков, как говорится, выросли C++ или на его идеях, на его опыте построены. Но, правда, в этих языках эти идеи и приемы часто трансформированы в сторону того, чтобы их было проще применять. Сложности и проблемы, которые при этом возникают, они как бы скрыты от программиста, закамуфлированы. Но, однако, надо понимать, что то, что внешне выглядит простым, часто имеет скрытую сложность. И если это не учитывать, то можно набить множество шишек. Цель нашего вебинара – показать, что разные виды классов служат разным целям в программе. Роли классов определяют разные правила их разработки. Но, тем не менее, в любом случае один принцип остается универсальным. Один класс должен отвечать за решение одной задачи. Если же задача оказывается сложной, то класс разбивает ее на меньшие подзадачи и поручает, делегирует решение этих подзадач другим классам, другим объектам, оставляя за собой общую координацию. Есть такая шутка, кто такой непосредственный исполнитель? Это человек, которому некому поручить порученную ему работу. Так вот, класс находит обычно, в случае сложной задачи, кому поручить различные подзадачи, образующие решение общей задачи. Давайте определимся с терминологием, для того, чтобы вы далее одинаково понимали то, о чем говорится. Ну, во-первых, что такое класс? Класс объединяет в себе описание данных различных типов. В языке C++ это называется члены данные. И код их обработки. Функции члены. Ну, по-английски Member Function, соответственно, и Data Members. В теории объектно-ориентированного программирования в других языках члены данные часто называют атрибуты, поля, свойства класса. Функции члены называют методами или операциями, которые умеют выполнять объекты класса. Данные функции вместе будем называть компонентами класса. Ссылаясь на то и другое одновременно, если это необходимо. Ну, а класс имеет возможность и использует эту возможность при помощи спецификаторов доступа. Типа Private. Ключевые слова Private. Protected Public. Ограничивает доступ к тем или иным своим компонентам со стороны того или другого программного кода других объектов, других классов. И тем самым реализуется, очень важное понятие объектно-ориентированного программирования, механизм инкапсуляции. Ну, а переменную типа класс мы будем называть объект. Ну, или экземпляр класса. Вот такой терминологией мы будем пользоваться. Итак, вот это терминология, с которой мы будем пользоваться в нашей лекции. Что обычно программисты знают о классах? На каких бы объектных языках они не программировали. Ну, первое знание сокровенное. Поля класса следует определять как Private компоненты. То есть компоненты, недоступные никакому коду, кроме кода методов функции членов самого класса. Если же необходимо обеспечить доступ к данным со стороны других объектов других классов, другого кода других частей программы, то обычно для этого создаются методы аксессоры. Методы Get и Set. Get методы позволяют узнать, получить значение того или другого скрытого компонента. Методы Set при необходимости позволяют установить те или другие значения соответствующих полей, свойств, атрибутов, объектов класса. Кроме того, кроме методов аксессоров, которые образуют, что называется, минимальный джентльменский интерфейс, в принципе, этих методов, если они все предоставлены, достаточно для того, чтобы как-то манипулировать объектами класса. Но это часто бывает неудобно и громоздко, поэтому другие полезные методы разрабатываются для того, чтобы клиентам класса, то есть другому коду, объектам других классов, было бы легко и удобно манипулировать объектами нашего класса правильно. Ну и трудно, а лучше вообще невозможно манипулировать ими неправильно. То есть присваивать некорректные значения, выводить объекты в область недопустимых значений, что приведет, конечно, к некорректному поведению всей программы. Что еще о терминологии? Все открытые методы класса, методы, которые расположены в секции класса, объявлены как паблик, образуют интерфейс класса. Ну и, наконец, неоткрытые методы и данные в нашей терминологии паблики private называются или образуют реализацию класса. Ну вот это, кстати, некоторые общие знания о классах. Если говорить о C++, то в C++ класс определяется следующим образом. Ключевое слово класс, дальше имя класса. Например, сотрудник, заказ, клиент, почва, пикс, умение и так далее. Ключевые слова, спецификаторы прав доступа, прав репротекты и правительства определяют секции и разделы в классе, в которых располагаются соответственно открытые или общедоступные компоненты, защищенные компоненты и закрытые править компоненты. Значит, открытые компоненты, как мы говорили, интерфейс класса. К этим компонентам могут обращаться любой код в нашей программе, другими словами, любые методы любых объектов. К закрытым private компонентам имеют доступ только методы своего собственного класса. Ну а protected компоненты выступают с точки зрения других частей программы. Они выглядят как private, но для потомков нашего класса, для производных классов, для кодопроизводных классов, они выглядят как public, то есть доступными. Определение класса в языке C++ обычно размещается в отдельном header файле, имя которого, как правило, совпадает с именем класса, который в нем определен. Ну а в отдельном C++ файле с тем же именем традиционно размещается реализация. То есть код методов, которые в классе лишь объявлены, реализуются в отдельном файле. В отличие от некоторых других языков, в которых объявление метода совмещается с его реализацией в пределах класса, C++ разделяется обычно объявление и реализация методов. Но есть, правда, еще такая особенность, что если программист разработчик класса на C++ не только объявил в пределах класса интерфейс метода, то есть его имя, список аргументов и возвращаемый тип, но также и написал код его реализации, если он короткий, то этот метод по умолчанию оказывается встраиван инлайн методом. Ну это такая особенность, которая позволяет более эффективно вызывать короткий метод с меньшими накладными расходами. Метод не вызывается как стандартная функция, его код встраивается в точку вызова. Но это сейчас не главное в нашем рассмотрении, поэтому просто упоминается как факт. Какие же более продвинутые знания о классах обычно бывают или должны быть у программистов? Мы говорили, поля следует определять, как править компоненты. Почему? Ну на это есть несколько резонных суждений или объяснений. Первое. Поля или атрибуты объекта определяют его внутреннее состояние, и их текущее значение должно находиться под его полным контролем. Почему? Ну если допустить бесконтрольный доступ к этим компонентам со стороны любого хода, то может оказаться, что объект будет переведен внезапно в некоторое недопустимое состояние. Что значит недопустимое? Дело в том, что между значениями атрибутов объектов могут и часто существуют определенные связи или инварианты, которые должны поддерживаться в течение всего времени существования объектов. Ну например, если мы рассмотрим объект типа дата, то его атрибутами или полями являются такие значения, как день, месяц и год, описывающие определенный день, определенные даты. Но понятно, что здесь должны поддерживаться правильные взаимоотношения. Не может быть в месяце больше 31 дня, в ряде месяцев не более 30, в феврале, там должно быть 28 дней в невисокосном году и 29 в високосном. И эти соотношения должны поддерживаться, иначе объект будет представлять собой некорректную дату. Ну а использование некорректных данных в программе, как правило, приводит к некорректному поведению всей программы. Поля не рекомендуется определять как паблик или протектед компоненты. Ну во-первых, потому что, как мы говорили, это может привести к неконтролируемому или неожиданному, а может быть и нежелательному изменению состояния объекта, либо в любом месте программы, если это паблик, компонент объявлен, либо со стороны объектов классов потомков, которые имеют доступ к этим значениям. Но, как мы только что сказали и отметили для себя, объект должен полностью управлять своим состоянием, оно находиться должно под полным его контролем, тогда гарантируется более надежное, более правильное поведение программы. Кроме того, прямой доступ к значениям компонентов со стороны кода других классов приводит к усилению связи между кодом нашего класса и кодом остальной программы. А правила хорошего проектирования говорят о том, что между разными частями программы надо максимально ослаблять связи. Это облегчает понимание программы, ее тестирование, видоизменение, модификацию, оптимизацию и так далее. Ну и, как мы говорили, при необходимости, если все-таки нужно, чтобы внешний код мог иметь доступ к значениям атрибутов или полей объектов нашего класса, мы, конечно, предоставляем get и set методы, но только а в случае необходимости. И, кроме того, надо иметь в виду, что на метод set возлагаются особые обязанности. Они ответственны за то, чтобы только правильные значения присваивались полям или атрибутам нашего объекта. Именно эти методы ответственны за соблюдение инвариантов или, как иногда говорят, бизнес-правил, которым должны подчиняться наши объекты, их поля и атрибуты. Но еще раз хочу подчеркнуть, что get и set методы предоставляются лишь в случае необходимости. Например, если мы создаем класс string, который хранит данные где-то в динамической памяти, то, конечно, предоставлять клиенту этого класса доступ к хранящимся в динамической памяти значениям, то есть адрес хранящей строки, конечно, это было бы верхом безумия, потому что он может перезаписать эту строку, записать длиннее, чем отведено под нее место, испортить весь окружающее содержимое памяти, в общем, привести тем самым программу к краху. Поэтому, скажем, там, в подобном классе, set методы не предоставляются. Что еще необходимо знать для того, чтобы говорить о той проблеме, которая посвящена сегодняшней лекции, сегодняшний семинар? Есть в языке C++ отношение дружбы между различными частями кода, а также константные модифицирующие методы. Что такое дружественная функция? Дружественная функция – это функция, которая членом класса не является. C++, она может быть членом другого класса, а может быть вообще свободной функцией. C++, в отличие от многих других объектных языков, допускает использование не только функций членов каких-то классов, но C++, как мы знаем, могут и создаются, и используются. И обычные функции, что называется, функции в стиле языка C, функции, не принадлежащие никакому классу. Можно еще сказать, глобальные функции. Так вот, дружественная функция членом класса не является, но на нее не действует ограничение прав доступа к тем или другим компонентам. Она имеет доступ и к закрытым, и к защищенным, и к правит, и к протектным компонентам. Ну, а к фабрикам же имеет право доступа, как любая другая функция, любой другой код. Все существуют, даже целиком дружественные классы, могут быть объявлены. То есть, один класс может объявить другой класс своим другом, и это значит, что друг, все его методы имеют права, полные права доступа ко всем компонентам данного класса. Но мы сейчас не будем обсуждать вопрос, нарушает ли это инкапсуляцию, в принципе, при правильном использовании. Конечно, нет, не нарушает, потому что дружба не навязывается снаружи нашему классу. А наоборот, наш класс сам выбирает себе друзей, кому позволено, а кому не позволено, получить доступ к сокроведным, закрытым частям нашего, объектам нашего класса. Ну, и кроме того, методы, которые разработаны для работы с объектами нашего класса, делятся на две категории. Одни методы, иногда их называют методы инспекторы, могут только считывать значения атрибутов или полей объектов нашего класса, но не могут их изменить, не имеют права. Они называются константными. А есть методы, которые разработаны специально для модификации текущего состояния объекта. Ну, например, для объектов класса Point, точка, скажем, метод Print, печати, координат, метод Draw, рисование точки на экране. Это, конечно, методы константные. Они состояние самой точки не изменяют. А, скажем, такой метод, как Move, предназначен для перемещения точки по экрану, то есть изменение координат, значит, ее модификация, ее состояние. Ну, с точки зрения синтаксиса, в языке C++ методы константные, отмечается с квалификатором const, причем этот квалификатор указ как в объявлении метода, так и в реализации, для того, чтобы код, вызывающий этот метод, знал, что этот метод не изменяет объекта. С другой стороны, в реализации, чтобы компилятор мог убедиться и проверить, что действительно этот метод не изменяет состояние объекта. Давайте чуть подробнее, поглубже поговорим про поля и методы объекта. Мы говорили, что класс описывает те атрибуты и свойства, которыми обладают все объекты этого класса. То есть, у всех объектов данного класса имеется один и тот же набор атрибутов. Ну, например, у точек x и y координат. У каждого объекта, конечно же, значения этих полей или атрибутов могут быть разные. Точка в начале, координаты имеют координаты 0,0. Находящиеся в другом месте, ну, значит, не нулевые координаты. В то же время в классе бывают еще и статические поля. Могут быть объявлены. Эти поля не принадлежат ни одному объекту. Ну, в теории объектно-ориентированного программирования говорят, что это поля или свойства класса в целом, в то время как не статические обычные поля, это поля или свойства отдельных объектов. Как я уже говорил, каждый объект имеет собственный набор, не статические полей. Сколько создали объектов, столько экземпляров этих данных в программе присутствует. А поля класса существуют в единственном экземпляре, сколько бы не было создано объектов этого класса. Даже если не одного, то все равно эти данные, эти поля существуют. Кроме того, и методы класса делятся на статические и не статические. Они объявляются ключевым словом статик. Статические методы – это методы класса, не статические методы объекта. Так их принято называть в теории объектно-ориентированного программирования. Чем они различаются технически? Методы объекта при вызове получают указатель или ссылку на объект, для которого они вызваны. И поэтому знают, с каким объектом работают и имеют доступ ко всем полям или атрибутам указанного объекта. Методы класса не получают ссылку на конкретный объект, поэтому не могут работать с не статическими данными, с данными объекта, то есть ни с одним объектом, напрямую они работать не могут. И поэтому для их вызова, вообще-то говоря, даже и не требуется наличие хотя бы одного объекта. Даже если не создан ни одного объекта класса, статический метод, тем не менее, доступный и могут быть вызваны. В классе среди всех методов аксессоров, модифицирующих и константных методов, статических и не статических, кроме всех этих категорий, уделяются и особую роль играют специальные методы. Что это за методы? Конструктор. Специальный метод, который предоставляет механизм инициализации создаваемых объектов. Этот метод в языке C++ вызывается компилятором каждый раз, когда создается объект, какой-нибудь объект данного класса. Назначение этого метода инициализировать создаваемый объект. Другими словами, присвоить атрибутами или полям создаваемого объекта такие начальные значения, чтобы он находился в определенном корректном состоянии. Так как все другие модифицирующие методы пишутся с учетом соблюдения тех самых взаимоотношений, инвариантов состояния объекта, то это будет обозначать, что если объект сразу рожден, создан в корректном состоянии, а другие методы модифицирующие состояние этого объекта не могут вывести его в область некорректных состояний, то это значит, что в течение всей своей жизни мы имеем дело с объектом, который находится в правильном, корректном состоянии, и поэтому он не сможет из-за этого обрушить нашу программу. Среди этих особых методов конструкторов мы выделяем конструктор по умолчанию, который создает объект в некотором оговоренном начальном состоянии, например, с нулевыми значениями координат у точки или, скажем, со значением текущей даты у объекта типа дата, то есть текущий день, месяц и год. Важную роль играет конструктор копирования, при помощи которого вновь создаваемый объект инициализируется значениями атрибутов другого уже существующего объекта. И мы получаем два экземпляра объекта, ну, с одинаковым значением атрибутов, но физически это могут быть и часто являются разные объекты. Программист может разрабатывать, автор класса может разрабатывать и другие прочие специальные конструкторы, которые позволяют более удобно создавать еще и объекты по набору каких-то других параметров, координат данных, то есть по набору их аргументов. Особым методом класса является деструктор, тоже специальный метод класса, который предоставляет механизм очистки уничтожаемых объектов. В чем специфика этого метода? Невозможно уничтожить объект, для которого не будет вызван деструктор. Так устроено в языке C++, в отличие от некоторых других объектных языков. Каждый раз, когда объект уничтожается, то прежде выполняется код деструктора. Для чего? Для того, чтобы очистить уничтожаемый объект. При этом под очисткой мы понимаем возврат тех системных ресурсов, которыми владел уничтожаемый объект. Ну и еще один особый метод, это оператор присваивания. Этот оператор позволяет значение полей одного существующего объекта заменить значениями полей другого существующего объекта. Эти методы называются специальными или играют специальную роль не только потому, что без них невозможно работать. Дело в том, что если программист некоторый из этих методов сам не разработал, например, не разработал ни одного конструктора для создаваемого класса, компилятор при необходимости сам в этом случае напишет код, конструктор умолчания, конструктор копирования, если потребуется копировать объекты, деструктора, оператора присваивания. Почему? Потому что если над объектами эти действия нужно выполнять, то этот код должен быть, и даже если его программист сам не написал, компилятор его напишет. С другой стороны, очень важно понимать, что программист может написать и собственную версию этих методов, учитывая специфику назначения создаваемого класса. И здесь важно понимать, что вот эти методы, а именно конструктор копирования и оператор присваивания, с одной стороны, играют очень важную роль С++ в понимании двух разных механизмов использования объектов, так называемой семантики ссылок или ссылочной семантики, и семантики значений. В зависимости от того, как реализованы и работают эти методы, как я уже сказал, скажем, при копировании и присваивании мы либо получаем новый объект со значениями такими же, как у объекта, на основе которого он создается. Это семантика значений. Мы получаем два с точки зрения значения полей идентичных объекта, но тем не менее разных, потому что они занимают разную память. Каждый объект это уникальная сущность. С другой стороны, семантика ссылок, реализация этих методов, как соответствующих семантике ссылок, приводит к совершенно другому эффекту. В этом случае второй, третий и так далее экземпляры, копии объекта не создаются, а наоборот создаются и копируются ссылки на один единственный существующий экземпляр этого объекта. Кстати, во многих объектных языках, в отличие от C++, например, как правило, реализована или поддерживается семантика ссылок и не поддерживается, невозможно семантика значений. Именно с этой точки зрения, например, C++ богаче по возможностям, ну, в частности, по возможностям создания объектов. Программист может выбирать, какую семантику он будет использовать. А семантика объектов, опять же, зависит от того, о каким целях служит класс. Ну, что еще из продвинутых знаний надо вспомнить, прежде чем говорить о классах их назначениях. Наследование. Важное понятие в объектном подходе, оно обеспечивает механизм повторного использования кода и данных одних классов, которые называются базовыми или супер классами для порождения новых классов. В языке СИП-использований называется производные классы. также существуют терминологии, где они называются дочерними, сыновними классами, подклассами. Отношение наследования позволяет объектам классам потомкам заимствовать от классов предков все, чем они владеют. И данные, то есть все полеатрибуты, и поведение, то есть все методы. правда тоже по-разному, и об этом в свое время мы упоминали, говорили, еще, я надеюсь, в продолжении темы этого семинара и других подобных будем говорить. Виртуальные функции это функции, которые определены и объявлены в классе предки, наследуются классами потомками, но классы потомки могут предоставлять различные реализации этому наследованному коду. Другими словами, посредством виртуальных функций в языке C++ в частности, да и в других языках реализуется полиморфизм, даже если там не используется слово виртуальный, как скажем в Objective-C, там все методы класса, все функции, члены класса являются в терминах C++ виртуальными, то есть могут переопределяться. То же самое относится и ко многим другим языкам. Чистая виртуальная функция не имеет в своем классе реализации, а ее реализацию должны обеспечить классы потомки. Зачем она нужна в базовом классе? Ну, чтобы предоставить интерфейс ко всем возможным реализациям. Абстрактный базовый класс тоже одно из популярных и важных понятий в объектном программировании класс, который содержит хотя бы одну чистую виртуальную функцию. То есть функцию, не имеющую реализации в данном классе. Функция объявлена, но не существует. Поэтому называется виртуальная. Тем не менее, классы потомки могут и в данном случае должны переопределить, реализовать унаследованной чистой виртуальной функции. Потому что если в классе существует хотя бы одна чистая виртуальная функция, объект данного класса в C++ создавать не разрешается. Ну, кстати, как и в других языках, где существует понятие абстрактный базовый класс. Раз нельзя создавать объекты абстрактного базового класса, зачем он нужен? Ну, он нужен для того, чтобы предоставить общий интерфейс классам-потомкам, которые как раз и должны обеспечить реализацию всем унаследованным чистым виртуальным функциям, для того, чтобы стать так называемыми конкретными классами, то есть классами, объекты которых могут и создаются в программе. Ну, если мы говорим о C++, то важно понимать, что в C++ есть еще такое понятие, как шаблонные классы или шаблоны классов, специальный механизм, который автоматизирует построение или макрогенерацию классов и макрогенерация, смысл этой макрогенерации состоит в том, что пишется некоторый общий код, определяющий класс, но в этом коде имеются параметры шаблона. При конкретной реализации этих классов могут задаваться различные значения параметров шаблона, обычно это типы данных, и мы получаем целое семейство и разновидность родовое множество классов со сходным поведением, но работающих с разными типами данных. Более известное применение шаблонных классов создание контейнеров для хранения данных определенных типов, например, стэк или очередь для целых чисел, стэк и очередь для клиентов и тому объектов типа клиент, заказ для каждого типа существует свой контейнер. Это обеспечивает более безопасное по отношению к типам, хранящихся в контейнере объектов их использование без необходимости явных преобразований типов, хранящихся в контейнере объектов, что может привести к определенным либо проблемам при неправильном приведении типов, ошибкам и некорректному поведению программы, либо существенному ее замедлению, если язык, который мы пользуемся, поддерживает такой механизм, как определение реального типа объекта, то есть отражение, как называется, например, в Java и C-Sharp. Получение информации о типе объекта, ну это метод типа kind of из метода определяющей принадлежности к тому или другому объекту, к тому или другому классу. Но кроме всего прочего шаблоны находятся в все процессы гораздо более затейливые, более сложные применения, потому что они могут вступать, как и обычные классы в отношении наследования, при этом сами шаблонные классы могут быть как базовыми, так и производными, как для обычных классов, так и для шаблонных классов. При этом параметрами шаблонных классов в свою очередь могут выступать обычные шаблонные классы, в результате получается ну в общем очень сложно взаимодействовать между собой семейство классов. Надо сказать, что шаблоны в C++ поддерживают еще одну уже не объектную, а так называемую парадигму обобщенного или порождающего программирования. Но тем не менее могут использоваться и в рамках конечно же объектной парадигмы, как я сказал, если они вступают в отношение наследования. Так давайте вот все эти знания, которые мы с вами сейчас вспомнили, давайте подведем промежуточный итог. вспомним те самые три кита, на которых стоит объектно-ориентированное программирование, которые определяют важнейшие свойства, особенности объектно-ориентированных программ. Первый кит инкапсуляция. Что это такое? Изолированность внутренней структуры объектов от внешней среды, то есть как мы уже говорили, подчеркивали, гипсуляция требует сокрытия данных от прямого воздействия извне объекта, извне класса со стороны других, объекта со стороны другого программного кода. Для чего? Для того, чтобы под полным контролем держать и определять корректность собственного состояния. ну и наконец, для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать с таким объектом, мы предоставим, инкапсуляция требует предоставления определенного интерфейса взаимодействия, то есть набора тех открытых публичных методов, при помощи которых данный объект, точнее так, с данным объектом могут взаимодействовать другие объекты. так еще раз, сокрытие данных и предоставление кода для взаимодействия с объектами этого класса. Наследование или иерархия классов в объектном подходе, как говорится, она вытекает из потребности повторного использования кода, ну например, если несколько классов имеют общие части, как говорят, сходное поведение, то нет смысла в нескольких классах дублировать, писать один и тот же код. В этом случае общую часть методов различных классов выделяют в их общий родительский класс, а в описании самих классов, потомков, оставляют лишь различающиеся элементы. Это позволяет избежать дублирования кода, ну и, как говорилось, уже облегчает отладку, модернизацию, оптимизацию, понимание кода и того, как взаимодействовать классы и объекты. Кроме того, ну пожалуй, даже, наверное, с содержательной точки, с концептуальной точки зрения гораздо более важно, что наследование, ну в данном случае речь идет, говоря языком С++, о открытом наследовании, позволяет добиться следующего эффекта. Однотипно, одинаково взаимодействовать с объектами разных подклассов. О чем идет речь? Речь идет о том, что если классы, потомки унаследовали от предка общее поведение, то можно обращаться с этими объектами так, как будто они являются объектами потомками. То есть вызывать методы базового класса, класса предка. И так как этот код, код этих методов потомками унаследован, то они обязаны реагировать на это. Они обязаны определенным образом отвечать на полученные сообщения, на вызванный метод. Выполнять одни и те же одинаковые действия в случае вызова или общения с ними через интерфейс базового класса. Короче, интерфейс базового класса предоставляет те общие возможности, то общее поведение, которое существует у всех объектов, всех потомков данного базового класса, класса предка. А это как раз очень важное свойство. Может быть, даже гораздо более важно, чем дублирование кода, мотивация к использованию наследования. Ну и кроме того, важнейший кит, на котором стоит объект интерфейс программирования, это полиморфизм. В данном случае речь идет о том, что бывает необходимо обеспечить совместное использование объектов разных классов, которые имеют в общем-то одинаковые методы с точки зрения их вызова использования, с точки зрения интерфейса, но разную реализацию. Почему? Да потому, что объекты, точнее так, классы потомки не являются точной копией объектов предков. Как мы говорили, объекты потомки имеют дополнительные компоненты, которые отличают их как друг от друга, так и от их общего класса предка. Говоря языком объектно-ориентированного программирования, возникает потребность для того, чтобы разным образом объекты могли обрабатывать однотипные сообщения, отвечать на вызовы одного метода, но по-разному. В этом случае объект, который вызывает другой метод другого объекта, или, как говорят, посылает ему сообщение, в этом случае может и не знать, к какому классу относится адресат получателя этого сообщения, к какому реально классу относится объект, для которого вызывается метод, и поэтому одни и те же сообщения, одни и те же вызовы методов вызовут разную реакцию у объекта получателя, в зависимости от того, а какому реально подклассу этот объект получатель относит. Вот инкапсуляция наследования полиморфизма, это те три кита, на которых строится, разрабатывается объектно-ориентированная программа. Ну, а теперь давайте поговорим о том, о какие же роли могут и играют объект классы в программах и соответственно в связи с этим а как же их надо проектировать, каким особым правилам они подчиняются. Я буду говорить на примере языка C++, как я сказал, он обладает наиболее широким спектром возможностей среди остальных объектно-ориентированных языков. В некоторых языках, вот, например, классы значений созданы быть не могут, они там как бы запрещены. C++, что такое классы значения? Классы значений или классы использующие семантику значений, они моделируют встроенные типы, ну, примерами таких классов являются, например, стандартные классы стринг и вектор и стандартные библиотеки языка. C++, ну, такие классы, скажем, как дата и время. Значит, зачем они нужны? Ну, для удобства манипуляции набором значений определенного типа, например, день, месяц, год, три числа, которые вместе определяют данные о дату, или, скажем, три других числа, часы, минуты, секунды, которые определяют некоторый момент времени. И манипуляция с датами, конечно же, отличается от манипуляции со временем. Какими свойствами обладают классы значения? Во-первых, классы значения имеют открытые, то есть публичные, доступные для другого кода, деструктор, конструктор копии и оператор присваивания. При этом копирующий конструктор, конструктор копии и оператор присваивания поддерживают или реализованы при помощи семантики значений. Другими словами, копирование таких объектов порождает появление нескольких различных экземпляров с одинаковыми значениями атрибутов. ну и такие классы не имеют виртуальных функций, включая такой специальный метод как деструктор, а это значит, что они не предназначены в данном случае для наследования. Зачем они нужны? Они предназначены для использования в качестве конкретных а не базовых классов и если объекты этих классов создаются то они обычно размещаются либо в стеке являются стековыми объектами либо непосредственно компонентами другого класса то есть встраиваются в другой класс для того чтобы получить более сложную сущность объект более сложной конструкции например вот класс дата приведен фрагмент кода который мог бы объяснить что это за класс и как он предполагается использоваться и так вводится объявление класса дата дейт класс дата содержит закрытые то есть недоступные никому кроме собственного кода данные день месяц и год имеют открытый конструктор который позволяет установить создавать новые объекты типа дата инициализируя их подходящими значениями компонентов образующих в совокупности желаемую дату метод set который позволяет изменить существующее значение даты на новое то есть модифицировать объект как мы говорили именно в методе set должны быть реализованы правила проверяющие а корректно или значение даты присваиваются и так как этот контроль должен находиться в одном и только в одном месте ибо не только класс должен решать одну задачу но и каждый метод класса должен решать свою самостоятельную подзадачу так вот подзадача класса set проверить и присвоить объекту только корректное переданное значение поэтому на самом деле конструктор который будет инициализировать объект он должен инициализировать создаваемый объект корректными значениями поэтому внутри он все равно должен вызвать метод set для того чтобы проверить что значение корректно get методы в данном случае слово get нет это одно из соглашений метод который позволяет прочитать узнать компоненту день месяц и год у текущей даты набор других полезных методов ну в частности метод который проверяет является ли год високосным оператор или операция которая позволяет узнать какая будет дата спустя столько-то дней от текущей ну и тому подобные вещи кроме того методы или функции которые не являются членами класса но предназначены для работы с ним а значит с точки зрения языка C++ тоже образующий интерфейс данного класса методы сравнения дат для того чтобы узнать равны или не равны друг другу даты сравнение на меньше и соответственно на больше не больше равно не равно больше равно меньше равно и тому подобное методы вставки в потоки извлечения из потока то есть удобство использования стандартных объектов ввода и вывода из библиотеки C++ для того чтобы объекты типа дата могли выводиться в выходные потоки то есть отображаться на экране записываться файлы или считываться из таких потоков то есть из значений введенных с клавиатуры или прочитанных из файлов или других потоков ну вот как бы пример даты класса с семантикой значений как вы видите здесь нет ни одного виртуального метода и главное назначение это удобное и правильное манипуляции ну то есть поддержка и манипуляции для трех взаимосвязанных компонентов число месяц и год потому что эти компоненты даты находятся во вполне определенных взаимоотношениях не любые три числа записанные сюда будут представлять правильную дату а квас дата предназначен для создания поддержки и хранения именно от правильных дат как же он может использоваться ну во первых как сам по себе мы уже говорили мы можем создавать переменные этого класса но и для того чтобы обеспечить более удобную работу с другими более сложными классами ну например вот класс event события класс который позволяет создавать объект например реализующие запись в ежедневнике что такое запись о событии это дата планируемого события время события которое должно произойти описание этого события или мероприятия ну и отметка об исполнении вот эти вот четыре компонента в принципе могут использоваться как вместе как ну планировщик как ежедневник для как запись в ежедневнике ну естественно конструктор который позволяет создавать такие объекты оператор сравнения правда ли что два события одинаковые операторы меньше больше для того чтобы сортировать или расставлять определять временную последовательность этих событий сортировать находить ближайшие события которые будут происходить и тому подобные вещи конечно класс event описывает только один экземпляр одно событие а вот если мы создадим контейнер набор таких объектов вот мы как раз и получим ежедневник удобство ввода и вывода печати записи файлов и чтения из файлов таких вот данных ну вот этот класс обратите внимание на то что в результате это получается что событие это достаточно сложное понятие это как мы уже сказали дата и время и текст ну и отметка о том выполнен событие не выполнено состоялось не состоялось и реализация действий необходимых с этим событием их создание их сортировка поиск ближе некоторого события по определенным критериям перебор событий группировка их скажем по датам а может быть по другим критериям все эти манипуляции являются сложными но подзадачи относящиеся к отдельным концептуальным понятиям реализуемым такими классами значениями как дата и время и строка позволяют нам упростить манипуляции с этими сложными данными которые в совокупности в общем-то достаточно сложны другими словами например метод который должен сравнить два события как мы говорили эта задача сложная он разбивает ее должен разбить ее на несколько подзадач сравнить а совпадают ли даты событий если да то совпадают ли времена событий если да то совпадают ли описание событий ну вот наверное вот эти вот сравнения такие вот и обеспечит в конечном итоге решение задачи проверки а это совпадающие события или не совпадающие события для вывода в поток оператор вывода в поток сложного объекта события поручает часть этой подзадачи соответствующим подклассам потому что класс объекты класса дарта умеют сами себя печатать красиво отформатировано аналогично видимо знанием обладают и умением обладают объекты типа тайм строки умеют себя выводить объекты строки стандартные библиотеки умеют выводить себя в стандартные и нестандартные выходные потоки поэтому этим самым облегчается реализация ну такой сложной операции например распечатать информацию о событии помните мы говорили что класс манипулирующий событиями разбивает сложные подзадачи манипуляции на ряд более простых поручая или делегируя их вот под объектом других классов из которых он состоит кстати если посмотреть а как в данном случае в памяти устроены объекты класса event в которые как мы видим из определения встроены объекты класса в дата время текст встроены в данном случае семантикой значений то мы можем увидеть вот такую картинку что вот вместе это у нас объект класса event часть полей реализует понятие даты это часть с одной стороны самостоятельный объект а с другой стороны подобъект или часть объекта события время свой подобъект строка свой подобъект поле логического типа свой подобъект ну и мы видим что как говорится под объекты дата время строка и отметки выполнения внедрены встроены внутрь объекта события события но в C++ в отличие целого ряд других языков у нас есть выбор мы можем по-разному включать одни подобъекты в другие например как я уже сказал вот в этом в этой реализации класса события у нас использована семантика значений подобъекты объекты классов дата время строка встроены ну был это встроенный тип примитивный тип языка а эти объекты встроены в данный объект но возникает вопрос а кто отвечает за создание инициализации этих объектов в данном случае за них отвечает объект класса event потому что вначале конструируется под объект дата потом под объект время потом под объект текст и только потом считается построенным инициализированным законченным готовым к использованию объекта класса event в данном случае под объекты создаются до самого объекта и ответственным за их создание является класс event но возможно и другая реализация например вот такая c++ когда в классе event содержатся не сами значения объектов дата и время а скажем ссылки на них а что означает ссылка в языке c++ ссылка это саморазуменуемый встроенный скрытый указатель и значит на самом деле внутри объекта класса event2 хранятся не три компонента даты и не три компонента времени а лишь адреса этих объектов которые вообще-то говоря могут существовать вне самого объекта event2 ну то есть картинка может выглядеть вот так что в объекте класса event2 хранятся указатели ссылки на объект дата на объект время которые в общем случае не находятся находятся в той памяти которая отведена объекту event2 а существуют вне его возникает вопрос кто же их когда создает и кто отвечает за их уничтожение вот если мы говорим о предыдущем случае то за создание и за уничтожение объекта под объекта в дата и время в семантике значений отвечает объект агрегирующего их класса объект event то в данном случае тем более следуя правилам языка 7 плюс плюс ссылки ссылочные данные могут инициализироваться только существующими значениями этого типа значит опять же вот эти под объекты должны быть созданы раньше чем будет создан вот этот объект который является объектом класса event2 они должны быть созданы до его окончательного построения а вот что будет если объект event2 в конце концов будет уничтожен останутся ли жить существовать продолжать свою жизнь вот эти вот объекты дата и время но в данном случае наш класс не отвечает за их уничтожение за это отвечает внешний по отношению к нему мир этот внешний мир должен предварительно создать эти объекты передать их для использования нашему объекту объекту event2 класса event2 этот объект может их использовать различным образом как предусмотрен в его методах но потом когда объект event2 будет уничтожен эти объекты даты и время которыми он ну как бы в некотором смысле владел могут остаться существовать а могут быть должны быть уничтожены вместе с ним это уже определяется вот как раз семантикой смыслом использования этих значений ну и очень часто они действительно могут оказаться или продолжать существовать например если в предыдущем случае потребуется вот в этом случае потребуется изменить дату или время события перенести его то нужно будет изменять состояние объекта класса дата и время объект должен сам себя модифицировать ну например как вот написано было вот в таком коде например вызвать для метода дата перенос на некоторое количество дней и это приведет к тому что физически изменится значение вот этого поля значение вот этого компонента изменится внутри объекта и в это в то же время вот в этом в этой реализации вот эти значения могут быть изменены извне и окажется что класс теперь будет работать с новыми извне измененными значениями например это значение из календаря ну скажем расписаний финального полуфинальных четвертьфинальных соревнований пока еще неизвестно кто в них участвует но эти даты уже извне назначены и поэтому могут быть созданы но не окончательно заполнены объекты у которых уже вот здесь вот определены некоторые парады тем не менее это не все особенности которыми объект некоторого класса может быть использовать реализацию других вспомогательных классов для решения своих задач в C++ мы можем и вот так вот строить объекты типа дата и время внутрь объекта класса в данном случае уже event3 это указатели то есть в классе event3 в объекте класса event3 хранятся не конкретные даты и время а опять же указатели на эти объекты которые находятся вне создаваемого объекта event3 вот это объект а здесь место для указателей чем отличается эта реализация от предыдущей если в языке C++ не существует ссылки в никуда и так как поля вот здесь объявлены как ссылки то должно быть гарантировано как я уже говорил извне создание этих объектов и только потом можно настроить на них поля так сказать заполнить эти поля то в последнем случае эти поля могут содержать так называемые нулевые указатели то есть не показывать не быть связанным ни с одним объектом типа дата и время но потом в какой-то момент эти объекты могут быть созданы и подключены к этому созданному объекту ранее созданному объекту класса event 3 то есть под объекты дата и время могут создаваться как до так и после создания вот этого самого объекта в этом случае будет создан объект потом на него будет настроен указатель теперь класс объект класса event 3 владеет знает вот этим об существовании этого объекта может им пользоваться аналогично будет создан второй объект другого класса и на него будет ссылаться этот указатель но как я уже сказал указатели могут быть нулевыми то есть ссылаться ни на какой объект а самое главное еще что если ссылка в языке C++ навсегда связана с одним и тем же объектом то указатели могут настраиваться на другой объект например можно будет изменить в данном случае дату события просто убрав ссылку на одно событие создав другое событие и настроив теперь на него этот указатель ну вот такие вот возможности использования объектов как с семантикой ссылок так и с семантикой значений в языке C++ предоставляют различные широкие возможности по использованию этих объектов как компонентов для конструирования ну других более сложных объектов использования их для реализации возможностей поведения этих вновь создаваемых сложных классов кстати в большинстве других объектных языков программист использует имеет возможность использовать только ссылочную семантику но не имеет семантики значений то есть там обычно вот подобные модель реализованы как мы видим C++ есть еще несколько других вариантов как из классов значений строить новые классы при этом выдвигаются разные требования к моментам их создания и уничтожения разные обязанности по созданию уничтожения этих объектов кто отвечает за уничтожение кто отвечает за создание ну и тем не менее вот общее свойство то что эти объекты не имеют виртуальных функций не имеют защищенных компонентов ну а это означает что они не предназначены для наследования они предназначены вот так вот для использования самих по себе как вот объектов с определенной функциональностью другие классы с другим назначением это базовые классы часто это абстрактные типы базовые классы создаются для того чтобы обеспечить иерархию классов это строительные блоки для иерархии какими свойствами обладают базовые классы то есть классы специально предназначенные для того чтобы от них наследовали первое либо базовом классе есть деструктор который либо открыт и виртуальный объявлен либо объявлен защищенным и не виртуальным вот это один из признаков того что класс предназначен для наследования а также обычно в этом классе есть копирующий конструктор и оператор присваивания но они не открытые не публичные что это означает это обозначает что в частности создаются эти базовые классы сами по себе не создаются а является частью объектов классов потомков их назначение как мы уже говорили определить общий интерфейс к множеству разных реализаций которые будут или могут быть созданы посредством переопределения виртуальных функций определенных в базовых классах и переопределяемых в классах потомков обычно объект такого класса либо создаются динамически в так называемой куче или динамической памяти или как часть объекта производного класса и используются посредством указателей часто все плюс плюс интеллектуальных указателей для того чтобы обеспечить надежную и безопасную работу а также гарантировать своевременное уничтожение этих подобъектов часто базовые классы бывают абстрактными базовыми классами то есть классами которые не содержат реализации но содержат только объявления интерфейса то есть прототипы функций которые являются либо все как это часто бывает либо некоторые из них чистые виртуальные функции тогда базовый класс такой является абстрактным как мы говорили то есть объекты такого класса создавать нельзя они могут выступать как часть сами по себе создаваться не могут а могут только быть составными частями более сложных создаваемых на их основе объектов классов потомка например вот класс шейп это классический чистый абстрактный базовый класс в терминах многих других языков он называется интерфейсом интерфейсным классом как мы видим в нем совершенно нет никакой реализации но за исключением только метода деструктора который в общем-то ничего не делает потому что класс не обладает никакими данными никакими ресурсами ему освобождать нечем но тем не менее код у него написан только ровно потому что можно было бы не писать но компилятор в этом случае создаст деструктор который не является виртуальным а в данном случае принципиально важно что этот деструктор виртуальный заметьте здесь не объявлено ни одного конструктора потому что нечего инициализировать здесь не объявлено конструктора копии потому что нечего копировать здесь не объявлено оператора присваивания потому что нечего присваивать да и все методы которые здесь объявлены как мы видим являются виртуальными чистыми виртуальными методами вот такой синтекс в языке обозначать что не ищите у этого метода в этом классе реализацию ее просто нет это только интерфейс это только заголовок метода который должен быть реализован у потомков этого класса к чему это приводит это приводит к тому что все потомки которые будут являться подвидами класса шейп геометрической формы должны будут каждый для себя реализовать методы ну например рисование себя на некоторой поверхности например на экране стирание себя понятно что каждый подтип будет прямоугольник треугольник окружность звезда смайлик или что-либо такое имеют собственный алгоритм рисования собственный алгоритм стирания перемещения из одного позиции в другую на дельта х дельта у указанном они по-разному вращаются они по-разному растягиваются или сжимаются с определенным коэффициентом или фактором вот этот класс точно предназначен для наследования причем классы потомки наследуют из него только интерфейс и никакой реализации он участвует как базовый абстрактный базовый класс в открытом наследовании для построения семейства в данном случае геометрических фигур все каждый из которых умеет правда по-своему реализовывать перечисленные здесь действия это позволяет через интерфейс этого класса взаимодействовать одинаково с разнотипными геометрическими фигурами которые по-разному реализуют соответственно то есть по-разному себя ведут но мы управляемся с ними одними и теми же сообщениями одними и теми же методами но правда в C++ в отличие от целого ряда других языков возможно и смешанные в случае например вот такая реализация класса shape предполагает что в классе все-таки есть некоторая реперная опорная точка относительно которой другие классы умеют себя нарисовать отестреть вращать растягиваться и так далее эта точка задается конструктором и обратите внимание в этом случае например метод move может быть реализован в данном случае он не является виртуальным а сделан не виртуальным методом с конкретным кодом другими словами для того чтобы этот метод описывает как перемещаются все потомки класса shape как они должны перемещаться помните наличие виртуальности позволяет классом потомкам вместо предложенного кода написать собственный а в данном случае код предложен и не может быть переопределен потомками значит это инвариант одинаковое поведение для всех потомков так решил разработчик этого класса что переместить любую геометрическую фигуру на плоскость это стереть ее на старом месте переместить опорную точку в новую позицию и относительно этой новой точке нарисовать себя ну да такое поведение в данном случае одинаково для всех потомков но в данном случае обратите внимание классы потомки унаследуют не только вот этот чистый интерфейс то есть методы объявлены но кода нет и они обязаны будут предоставить определенную реализацию но наследуют реализацию как в виде кода так и в виде данных например вот это уже смешанное наследование и интерфейса и реализации кроме того скажем закрытые наследования в языке C++ позволяет обеспечить наследование только реализации и не наследование а не наследование интерфейса то есть здесь программист опять же Он позволен выбирать, как ему разрабатывать классы для того, чтобы решать те или другие задачи, предназначенные для этих классов. Кроме того, кратко можем перечислить, что есть классы свойств. В языке C++ это обычные шаблоны для того, чтобы использовать информацию о типах во время компиляции программы. У этого класса совершенно особые характеристики. Например, этот класс содержит только операторы TypeDev, то есть объявлений псевдонимов типов. И статические функции не имеют состояния и виртуальных функций. То есть все его функции статические и только объявляют типы, но не содержат данных. Объекты этого класса не создаются, конструкторы заблокированы. Ну вот примеры стандартной библиотеки, фрагмент класса свойств символов. Есть в стандартной библиотеке шаблонный класс ChartRates, который описывает свойства символов, которые используются, ну например, потоковыми методами, классами ввода-вывода в языке C++ библиотеки и так далее. Как мы видим, здесь содержится целая серия объявлений псевдонимов для тех или других типов и набор статических функций, которые, помните, используются или вызываются без создания объектов этого класса. А именно этими функциями, этими методами и определяются способы сравнения, в данном случае символов, правила сравнения. Ну и другие действия, которые вот в этом классе еще описаны и реализованы. Которые называются свойствами символов. Классы стратегий. Это тоже часто шаблонные классы, но их назначение изменять поведение объекта. Без изменения самого объекта можно изменить его поведение. Какими свойствами обладают? У них бывает состояние виртуальной функции, а может быть и не бывает. Объекты этого класса не создаются, а он либо базовый, от которого нас следует, либо он является компонентой, а в данном классе на него содержится ссылка, ну а чаще, конечно, указатель. А почему сменное поведение? Потому что если это указатель, то можно, как мы с вами только что обсуждали, указать на другой созданный объект, который будет реализовывать, вообще говоря, другую стратегию решения под задачи, которую делегирует данный объект этому под объекту. Например, классы стратегий в стандартной библиотеке языка C++, это классы выделения памяти, определяющие стратегию выделения памяти. Классы, определяющие стратегию копирования объекта, например, глубокое копирование, поверхностное копирование, копирование с передачей владения и тому подобное. Стратегии различные возможны. Как правило, в этих ситуациях, если требуется или возникает потребность выбирать какую-то из них, а может быть даже по ходу и переключаться с одной на другую, то как раз вот это реализуется созданием специальных классов, играющих определенную роль, классов стратегий. Классы исключений особые, необычная смесь семантики значений ссылок. Когда возникает генерация исключения, соответствующие объекты передаются по значению, но должны перехватываться по ссылке. Эти классы строятся вполне определенными, совершенно отличающими от других классов правил. Например, у них деструкторы и конструкторы всегда открыты и не должны генерировать исключений. Они могут иметь виртуальные функции, тогда от них можно наследовать. Часто реализуют клонирование, то есть копирование, глубокое копирование самих себя. Могут быть вообще пустыми классами, то есть не содержать ни данных, ни методов, кроме конструктора по умолчанию и деструктора, который напишет в этом случае компилятор. В C++ существует специальный библиотечный класс, представляющий собой класс исключения. Ну и рекомендуется предпочтительно делать собственные классы исключения, если в этом возникает потребность, производные от этого базового класса, но это лишь рекомендация. Опять же, можно, если они пустые, то им не обязательно наследовать от класса exception. Ну и, наконец, другие классы вспомогательные играют другие роли, поддерживают различные приемы и методы программирования. Например, управление ресурсами, об этом мы еще, я надеюсь, в будущем поговорим. Бренд Мауры или так называемые идиомы pimple, идиома сокрытия глубокой инкапсуляции структуры объекта класса от другого кода. Адаптеры интерфейса, которые позволяют приспособить объекты, встроить его в иерархию других объектов с одинаковыми интерфейсами, а его интерфейс не подходит. Прокси класса, классы заместителей других объектов. Классы команды или классы операции, например, классы команды для работы с базами данных. Агрегаты, ну вот, например, скажем, контейнеры, многие другие применения. Важно, что эти классы создаются для того, чтобы, как говорилось, уже их корректное применение было простым, и наоборот, чтобы применять их некорректно было очень трудно. Ну, например, в предыдущем лекции на эту тему мы вспоминали архитектуру МВСИ, и в частности там говорили, что вот класс-контроллер, он играет особую роль в этой архитектуре, его назначение разделить между собой модель и вид, классы моделей и классы вида. разорвать прямые связи между ними, обеспечить их независимость друг от друга и взаимодействие только через контроль. Это позволяет легко, как мы говорили, заменять модель, одну модель другой моделью, хранение данных в приложении, заменять разные способы представления данных, не привязывая одно к другому. В то же время, сами классы модели и вида, как мы опять же говорили в предыдущем лекции, могут выступать базовыми классами, но вот там мы вот подобный код рассматривали, говорили, что как он работает. Они могут выступать базовыми, и даже часто классы вид абстрактным базовым классом, для того, чтобы можно было реализовывать различные архитектуры, различные способы представления одних и тех же данных пользователю в зависимости от потребностей, настроек, среды и так далее. Это возможности переключения интерфейсов. Мы тоже обсуждали на прошлой лекции. Если вопросов нет, то я напоминаю, что в нашем центре существует большое количество свыше тысячи различных курсов, большое количество курсов по программированию. Вы на сайте найдете вот такие вот схемы, рекомендуемые схемы прохождения курсов. Ну, как обычно, по окончании нашего курса вы получите соответствующие документы. В общем, приглашаем вас специалистов.